Жители Усть-Каменогорска возмущены тем, как власти модернизировали сеть городского освещения. Новые фонари массово выходят из строя задолго до истечения гарантийного срока. В ночное время отдельные участки города месяцами остаются в кромешной тьме. Ситуацию усугубляют лужи, ямы в асфальте и сокращение светового дня. Подробности у Алексея Трухачева. Проведенная модернизация городского освещения Усть-Каменогорска – это 11 тысяч новомодных светосберегающих фонарей. Они пришли на смену примерно третьей части старых. Но радовались люди недолго. Многие светильники начали мигать, другие и вовсе погасли. Плюс старая проблема – износ кабелей и перепады электричества. В итоге отдельные пятна темноты по всему городу и целиком неосвещенные улицы. Подчинки оборудования порой приходится ждать неделями, а то и месяцами. Передали вас в городское частное предприятие. Дали мне номер телефона. И вот полтора месяца я билась с ними. Каждую неделю, в неделю по два раза я звонила. Ваша заявка принята, ваша заявка принята. Отчаявшиеся люди решили предать ситуацию огласке. И внезапно, каким-то волшебным образом, на этой улице свет появился буквально накануне приезда журналистов. Супруг местной жительницы стал свидетелем того, как вопрос решили уж больно быстро. Примерно за 15 минут. Погода, которая в последнюю неделю резко ухудшилась, подливает масло в огонь. Огромные лужи, многие из которых уже начали покрываться льдом, крайне сложно обойти даже на освещенных улицах. Во дворах и частном секторе ходить попросту опасно. Стоит мне сделать шаг назад, я потеряюсь во тьме. В таких условиях живут жители десятков домов в Скаменогорске. Проблема стала неожиданно острой. А в сезон дождей и, возможно, скорого гололеда есть также риски для здоровья людей. Чиновники же спешат успокоить. Говорят, что ситуацию контролируют. То, что оборудование часто выходит из строя, власти признают, но особой проблемы в этом не видят. На сегодняшний день около полторы тысячи светильников не горело по состоянию на 13 октября. Но в течение месяца работа проводится. По устранению где-то около двухсот светильников уже зажгли. Все будет устраняться в рамках гарантии. Тем временем в интернете люди все больше жалуются, мол, темнота на городских улицах приводит в лучшем случае к повреждению автомобилей, которые угождают в ямы, а в худшем – к более серьезным ДТП с участием пешеходов. Алексей Друхачев, Ростислав Захаров, КТК Усть-Каменогорск.